всем привет с вами канал самостройщика меня зовут сергей и сегодня у нас интересная тема про здоровье как поддерживать здоровье и спортивную форму сидя дома плохую погоду итак сегодня речь пойдет про велотренажер компакта плюс by 232 модель очень интересный тренажер и сейчас расскажу поподробнее обо всем во первых из названия сказано что этот тренажер является компактным действительно он обладает достаточно компактными размерами и малым весом сейчас я это продемонстрирую то есть он очень легко складывается и раскладывается есть специальный шпиндель вот тут вот вытаскиваем собираем спинку обратно шпиндель оставляем гнездо главное все это совмещаем еще один интересный сюрприз то что сам руль вот эта штанга она тоже складывается и третьим действием мы его можем на заднюю нас на заднюю штангу поставить и там есть колесики и можно спокойно тренажер убрать причем не надо его поднимать абсолютно вот но даже если и поднять то он тоже не сильно тяжелый порядка 20 килограмм весит если допустим нужно все-таки его приподнять поставить на коврик причем значит балансировкой устойчивость это велотренажера такая же как и у стационарного тренажера в принципе сравниваю ничем не отличается так сейчас мы его обратно разложим так Так, главное зафиксировать вот эту штангу по функционалу. Кратенько пробежимся. Значит, тренажёр представляет из себя такие части, как седло, которое снабжено дополнительными прорезиненными ручками с двух сторон. Седло также снабжено спинкой. Спинка не регулируется. Вот она в двух положениях, то есть закрытая. И, соответственно, разложенная спинка. Седло регулируется по высоте. Есть специальный болт, который можно немножко открутить, вытащить. И, соответственно, сделать нужный вам размер. Вот это максимальный размер регулировки. То есть самое высокое положение. Дальше маховик является магнитным. Масса маховика 2 килограмма. Далее 8 скоростей. Переключатель скоростей находится в удобном месте. Тут находится бортовой компьютер. Тут находится, соответственно, упор для рук. Очень удобный. Также с прорезиненными вставками. То есть он весь прорезиненный. На упоре находится бортовой компьютер. Он показывает время тренировки, условную скорость движения, условную пройденную дистанцию в километрах, затраченная энергия, суммарная пройденная дистанция за все предыдущие тренировки, частота пульса, который измеряется с помощью вот этих датчиков, и сканирующий режим, который все эти данные постоянно на табло выводит с интервалом в 6 секунд. Вот. Также этот бортовой компьютер можно обнулить, нажав на кнопку. Тут одна кнопка режим. Нажав на кнопку один раз и подержав 3 секунды. Вот. Соответственно, вот эта самая передняя штанга, она тоже регулируется по высоте. Вот тут вот есть шпиндель. И регулируется по вылету. Есть специальный у нас ограничитель. Вот мы вверх поставили его. И можем регулировать, соответственно, наше положение. Вот это вот крайнее. Вот это крайнее ближнее положение. То есть как вы хотите. Вот. То есть сели. Отрегулировали. Вот, допустим, так удобно. И ногой обязательно нужно зажать. Главное попасть в определенное положение. То есть не то, что прям вот до миллиметра вы дожимаете, а нужно попасть в определенную из рисочек. То есть вот так. Следующее положение. Вот так. Педали снабжены специальными хомутами, чтобы нога не вылетела в процессе работы. И сейчас я вам покажу режимы работы и как на них крутятся педали. Итак, первый режим. В первом режиме магнит полностью отключен. Если вы видите, педали сами вращаются. То есть нагрузки нет никакой. Второй режим. То есть уже видно, что магнит работает. Очень легко крутить. Рекомендуется для разминки. Вот. Либо для начального уровня. Третий режим. Уже чувствуется определенная нагрузка. Вот сейчас откручу педали. Вот пульс. 80, 92, 89. Скорость 30. 29 километров. 30. Скорость 35 километров. То есть нормальный тренировочный режим. Ну, для начинающих, я думаю. Если минут 40 крутить, то в принципе очень хорошей тренировкой будет. Я обычно использую четвертый режим. Вот он. Четвертый режим. Скорость 35. 36. 39, 40. Вот это нормальная скорость. 27. 26. Пятый режим. Еще труднее крутить педали. Я не знаю, как со стороны, но мне кажется, видно, что труднее крутить. Труднее крутить. Скорость 26. Скорость 26. 24. 26. Все, устал. Прямо ноги вот тут хорошо чувствуется, как напрягаются. Так, немного отдышался я. Шестой режим. То есть сразу скажу, что вот я выше четвертого режима не езжу. Шестой режим. Вот. Шестой режим. Скорость 21 км в час. То есть режим уже действительно с такой нагрузочкой идет. Уже действительно трудно покрутить. Ну, как будто вы едете в такую горочку. Не сильно крутую. Но и в то же время ощутимая эта горка с большой скоростью можно, конечно, покрутить. Но это нужно все-таки достаточно быть физически подготовленным, чтобы на таком режиме крутить с большой скоростью. Для меня комфортно 22, максимум 24 км в час. И то ноги очень быстро устают. Седьмой режим. Это предпоследний режим. Уже очень достаточно тяжело крутить. Чувствуется одышка. Значит, вот на седьмом и восьмом режимах уже чувствуется неравномерность хода. То есть есть определенная неравномерность хода на этом тренажере. В чем она заключается? В том, что немножко вот сила нажатия, она немножко различается в разных положениях ноги. То есть в определенном положении вы чувствуете прям силу хода. А в другом положении как бы сила сопротивления как бы уменьшается. На более стационарных тренажерах особенность заключается в том, что там сама масса маховика больше. И само расстояние от центра оси вращения до ноги она чуть побольше. Вот. То есть если на велосипеде, это и на тренажере расстояние где-то около 19 сантиметров, то тут в районе, наверное, сантиметров 14-15 скорость 22 километра в час. Восьмой режим Действительно уже педали чувствуются очень туго идут. Возникает соблазн уже нажать не только ногой, а всем телом опереться на педаль. Вот потому что действительно уже туговато идут. Сильную скорость уже на этом режиме вы не разовьете. Максимум 20 километров, сейчас 17 километров. Такой уже силовой режим. Вот именно на уже на тренировку мышц, а не на кардионагрузку. Потому что тут у меня на этом режиме пульс наоборот падает. То есть он должен подниматься, а у меня пульс порядка там 80. Сейчас вот посмотрим. Пульс. Это я кручу. 72. 68. 61. 60. Вот я убыстряюсь. 69. 73. 83. 85. 78. 72. 72. И мышцы очень быстро ног устают. Вот. И тут уже чувствуется нагрузка на суставы. Так, всё. Тебе просто, ты мне говори, на какой скорости? Да, вот первая скорость. Первая скорость. Быстро, легко. Вторая скорость. Тяжелее. Третья скорость. Ну, нагрузка будет увеличиваться. Ещё потяжелее. Четвёртая. Ну, особо отличие третья, четвёртая. Отличие замечаешь, когда долго крутишь. Пятая. Тяжелее. Тяжелее. Шестая. Седьмая. Ещё потяжелее. Ну, вот седьмой уже рывками. И самая большая, восьмая. Скорость. Уже тяжело. По выводам, хочу сказать, что у меня рост метр восемьдесят два. Вы видели, как я крутил. Возможно, несколько сантиметров мне не хватает. Я бы сделал, конечно, повыше. То есть, вот прям буквально на пять сантиметров у меня нога бы выпрямлялась. Но, с другой стороны, в инструкции написано, что нога не должна полностью упрямляться. Она должна быть немножко в согнутом положении. Вот. В принципе, комфортно мне крутить. Вот. Жене у неё рост поменьше. Вы потом посмотрите, как тоже она крутит. Значит, какие плюсы у этого тренажёра? Однозначно компактность. То есть, его можно сложить, убрать куда-нибудь в шкаф. Очень удобное седло. Намного удобнее, чем во многих других тренажёрах. Намного удобнее, чем вот сейчас на спортивных велосипедах. Оно мягкое, очень комфортное. Очень комфортная спинка. Прорезиненные ручки. Вот. Ещё важным нюансом всех велотренажёров правильно на них садиться. То есть, нужно садиться сначала на седло, а потом уже ноги, соответственно, ставить на педали. Многие просто садятся сначала... Ногу засовывают в педали, передают нагрузку и потом садятся на седло. От этого возникает много проблем, особенно с подшипниками. То есть, так делать не надо. То есть, вы сначала сели на седло. Тут есть удобные ручки, которые помогают вам сесть на седло. То есть, упоры. Всегда можно как-то подвинуться, опереться на них. Очень удобно. Удобная спинка. 8 скоростей. Удобно они переключаются. В принципе, информативно. Хороший переключатель. Усилия достаточно. То есть, этих 8 скоростей достаточно. Сейчас я из 8 использую только максимум 4, 4, 5 скорость. Больше не использую. В принципе, достаточно информативный дисплей. То есть, основные функции есть. В отзывах пишут, что не видно. Как-то отсвечивает. Но мне сейчас все видно. Может, из-за того, что у меня свежая батарея. Если показатели становятся невидимыми, то, скорее всего, как на калькуляторе, просто села батарейка. Нужно ее заменить. Там две пальчиковые батарейки. Они сзади. Тут в открытом доступе. Можно это все заменить. Что еще из плюсов? То, что регулируется сидушка. Очень удобным является то, что регулируется вот этот передний упор. Он также весь прорезиненный. То есть, приятно за него браться. Из минусов, все-таки для высоких людей недостаточная регулировка по высоте. То есть, я, возможно, бы сделал чуть-чуть повыше. Но вот это является максимальной высотой. Также из минусов, я считаю, что малая амплитуда движений, если взять чуть подороже, уже стационарный аппарат, то там, соответственно, педаль крутить легче намного из-за того, что сама амплитуда вращения на больше. То есть, расстояние от центра вращения до самих педалей там больше. И сама масса вот этого маховика нам больше, поэтому педали крутить несколько приятнее. Они крутятся более плавно. Тут, соответственно, она нагрузка вот какая-то такая вот пиковая. То есть, она не постоянная, особенно на высоких скоростях. Вот я сейчас вот кручу. Видно, что она прокручивается вот так вот. То есть, раз, два, раз, два, раз, два. Область, когда вы поднимаете вот педаль кверху, вот тут максимальная нагрузка. Потом вы просто проворачиваете и так далее. Все сделано качественно. Сам металл без зазубрин. Хорошие конфирматы. Тут вот эти все крепежи очень мне понравились. Оформление. То есть, окраска порошковая хорошая. Если вам понравилась эта серия, то приглашаю вас подписаться на мой канал и посмотреть и оценить другие видео, чтобы узнать, как своими руками построить и благоустроить свой дом. Пока. 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 拜olf. Пока. Поехали. Поняка. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok